С вами Артур Качанов, я являюсь лазурным бриллиантом компании TopFusion. В этой теме три года. Что могу сказать? За три года жизнь у меня полностью изменилась, как вы понимаете, да? И самое интересное, что это благодаря системе, которая называется Diamond Rush. Система Diamond Rush, она очень проста. Смотрите, в этом бизнесе очень важна система. Вы согласны, что в любом бизнесе важная система? В любом бизнесе, в традиционном бизнесе, или это в сетевом бизнесе, главное это что? Система. Давайте поговорим о системе. Система называется Diamond Rush. Ребята, кто придумал? Боб Рейн, человек профессионал, который создал компанию TopFusion. Многие люди начинают фантазировать, выдумать разные какие-то там вещи, там это все остальное. Друзья мои, нужно просто действовать по системе. Давайте рассмотрим пошагово эту систему, поэтапно. Сейчас, доли секундочки. Я буду загружать вот так статик. Смотрите, вопрос, о котором мечтает каждая. Вы можете спросить, задать этот вопрос любому человеку, соседу вашему, знакомому, другу, я не знаю, там, на улице одноклассника увидите, да, к примеру? Не имеет значения. Вопрос, о котором мечтает каждый. Как бы вы потратили дополнительный доход в размере 2,5 тысячи долларов в ша в неделю? Как вы считаете, если зададите вопрос своему соседу, другу, однокласснику, да? Если бы у вас было столько денег, сколько бы вы хотите, и свободное время, чтобы тратить их, как бы изменилась ваша жизнь? Друзья, огромное количество людей, они перестали мечтать. Смотрите, да? Вот у них жизнь такая, как, знаете, как есть такой фильм, называется «Жизнь сурка». Работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, в принципе, да? То есть, так все и происходит. И жизнь так проходит. И многие люди, они перестали мечтать. Раньше они мечтали. Сейчас их мечты все меньше, они мизернее, они такие, знаете, маленькие. Они думают, да, ну машина хорошая, это не для меня. Дом огромный, это не для меня. Путешествия, не для меня. Миллион, два миллиона, три миллиона, пять миллионов, сто миллионов долларов, это не для меня. Личный самолет, не для меня. Поездка в Арабские Эмираты, да? Это не для меня. Понимаете, многие люди, они как бы, ну, почему они устали мечтать? Потому что они мечтали, 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 и в конце концов, их мечты не реализовались. Поэтому это нормально, это нормально. Ваша задача разбудить мечты. Поставьте, пожалуйста, десяточки, кто меня услышал. Ваша задача, друзья мои, просто разбудить у человека мечты. Люди перестали мечтать. Огромное количество людей, они мечтают. Это касается любой страны, не имеет значения. Или это Россия, или это Украина, или это Америка, или это Канада, не имеет значения. Огромное количество людей, они просто перестали мечтать. и это правда. Смотрите, вы задаете вопрос, Андрей, скажи честно, вот если бы у тебя было достаточное количество денег, скажи, на каком автомобиле бы ты катался? Обычно люди скажут, ну, знаете, да, Мерседес, БМВ, Мазерати, там, я не знаю, там, Бентли, Ламборджини, Феррари, ну, к примеру. И он начнет человеку улыбаться. Когда вы задаете такой вопрос, он говорит, ну, конечно, да, я бы ездил на Мерседесе, но денег не хватает. Скажите, это является прецедентом для того, чтобы ему дать информацию интригующую о том, что есть классная тема. Вот и все. То есть, когда вы задаете вопросы человеку о том, если бы он зарабатывал хотя бы 5000 долларов в месяц, скажи, в каком доме он бы жил, или на каком шире он бы катался? Обычно люди, не получающие эти деньги, они начинают улыбаться, они думают, что вы их разыгрываете. И это прецедент для того, что человек скажет, слушай, а если я действительно покажу тебе интересную тему, если действительно тебе информация понравится интересной, готов ли ты работать со мной в команде, чтобы реализовать свою мечту? Это очень важный момент. Не просто тупо задать вопрос человеку, да, но если бы ты был богатый, как бы ты жил? Он говорит, ну, хорошо бы жил, ну, ладно, здорово. Это неправильный подход? Ваша задача этими вопросами разбудить его мечту. Ваша задача этими вопросами разбудить у человека в сознании желание вспомнить, послушай, Андрей, а ты мечтал о хорошем доме? Андрей, а ты мечтал жене подарить шубу? Андрей, сам себе человек говорит, да? А ты мечтал это? И есть такая возможность. Да, возможно, это мое, возможно, не мое, но, в принципе, присмотреться нужно. То есть, задавая вопросы, это не провокационные вопросы, а вопросы, которые разбуждают у человека желание вспомнить, чего он хотел или хочет в своей жизни. Скажите, вы были бы, вы жили бы в том доме, если бы имели достаточно денег, да? Водили бы тот же автомобиль, больше бы путешествовали. Ну, конечно, да. Друзья, ну, это известно. Но любой вам скажет да. Но, когда он скажет да, ваша задача, смотрите, сказать, а готов ли ты заплатить за то, чтобы реализовать свою мечту? А готов ли ты работать? А готов ли ты действовать? А готов ли ты выслушать профессионалов? А готов ли ты услышать людей успешных, которые достигли успеха и живут жизнью твоей мечты, к примеру, да? Ездят на хороших автомобилях, путешествуют, отдыхают и все остальное. Уловили фишку, о чем я говорю? А мы с вами двигаемся дальше. То есть, первое, это что? Это разбудить у человека желание. Узнать его потребности. Не нужно грузить человека информации. Это не нужно. Не нужно человеку рассказывать про инструменты. Не нужно ему рассказывать про это. Ваша задача, чтобы человек вспомнил, да, 18 лет я мечтал, сейчас мне 23 года, и я уже ни о чем не мечтаю. Или мне сейчас 40 лет, и не мечтаю. Смотрите, друзья, если вы будете применять эту систему, и ваши люди поймут простоту этой системы, легкость этой системы, то у вас будет команда строиться очень легко, потому что будет дубликация. Дубликация – это простые повторяющиеся действия, которые может повторить и школьник, который имеет 16 лет, и бабушка 89 лет с тройным склерозом. Уловили, да? О чем я говорю? Друзья мои, что такое бриллиант? Давайте расскажу, что такое бриллиант. Какой вообще, что такое статус бриллианта? Все стремятся к бриллианту. о, бриллиант это круто, бриллиант это здорово. Ребята, что вы понимали? Потому что, если простому человеку сказать, слушай, ты будешь бриллиантом, для него все равно, что стать, знаете кем? Я не знаю, космонавтом. Поймите, когда вы говорите простым людям такие слова, голубой бриллиант, блю даймонд, гранд блю даймонд, голд, сильвер, то они это не понимают. Они вас не слышат. Потому что вы общаетесь на непонятном для них языке. Вы это понимаете, о чем я сейчас говорю? Поэтому, когда вы с незнакомыми людьми говорите, о, сейчас будет с тобой общаться гранд блю даймонд, для него все равно, что это сапожник, понимаете? Или сапожник, или кочегар, или мастер, или булочник, понимаете? Но не пугайте людей страшными словами, ребята, говорите просто. Этот человек зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Или этот человек за месяц может купить такую машину, как у тебя, за месячную зарплату. Чтобы у него была ассоциация какая-то с реальностью, понимаете? А не просто так. Смотрите, очень важный момент. Всегда, когда вы будете достигать этого уровня, рассказывайте историю людей простых. Не нужно рассказать историю успеха сетевиков. Я объясню, почему. Они скажут, я не сетевик, я это не сделаю. Это не работает. Если будете рассказать историю топ-лидеров, в которых были сетевики, это не работает. Мою историю рассказывать будете, это не работает. Историю Натали Тарховой, это не работает. История Седрик Пена, это не работает. Они сетевики, опытные со стажем. Работает история простой бабушки с Казахстана, которая заработала тысячу баксов за первый месяц. Это работает. Работает история студента, который был студентом, зарабатывал 200 баксов, заработал тысячу баксов за три месяца. Это работает. Работает история женщины, которая имеет трое детей и вышла на доход резидуальный через три месяца. Доход пять тысяч долларов. Это работает. То есть, смотрите, человек подумает, в принципе, я не сетевик. У меня нет такого языка и мозга, как у кого-то, да? Я не смогу это делать. Ваша задача показать, что любой человек на любом уровне, используя эту систему, может добиться результата. Понимаете? Любой человек, который вчера мышку увидел и начал бояться, что она его угрызет, мышка. Ну, понимаете, да? Человек, который вообще ничего не соображает в интернете, который не знает, что такое социальные сети, если правильно использовать систему, друзья мои, у него все получится. Что такое правильная система? Сейчас мы об этом поговорим. То есть, достигаем бриллиантового уровня за 200 дней. И это реально. Даже, кстати, можно быстрее. У нас в команде есть одна женщина, зайдет Саглара Утнянова. Это город в Калмыкии. Забыл? Забыл город? Какой? Маленький город, короче. Друзья мои, она не сетевик. Она простой воспитатель детского садика была. В детском садике, да? Вот эта женщина за 10 дней достигла квалификации бриллиантов. Постаньте десяточки, кто понимал, что я... Не, она не со Ставрой. Элиста. Город Элиста. Ребята, это Калмыкия, город Элиста. Это маленький город Элиста. Вот она за 10 дней это сделала. Смотрите, она не из Индонезии, она не из Индии, она не из Парагвая, не из Венесуэлы. Простая женщина из простого маленького городка, российского городка, она это сделала. Я объясню, как она это делала. Она просто тупо приглашала людей. И когда у нее в однокомнатной квартире собралось 3 человека, 5 человек, 8 человек, 10 человек, соседи этим заинтересовались. Соседи начали болтать языком. Пришло много людей, пришло много людей, пришло много людей. В конце концов пришла милиция, заинтересовала, что происходит. Подумали, что какая-то секта. И многие из них подписались тоже. Смотрите, то есть у вас, ваша задача создать движение. Если вы думаете, что вы откроете офис, за который компания будет платить деньги, но не будет движения, это не работает. Движение может быть, знаете где, в парке, когда возле вас собирается 30 человек, а еще многие приходят узнать, а что такое, а что дают, а что продают, а что новое. Ваша задача создать движение, друзья мои. У вас может быть офис за 3000 долларов, у вас может быть шикарнейший офис, но если нет движения, если нет людей, зевак, которые интересуются, а что дают, а что купил, а что продал, а что это, понимаете, у вас не будет. Люди хотят хлеба и зрелищ. Ваша задача дать, что? Зрелище, зрелище, зрелище. Чтобы они не понимали, что, о чем идет разговор, но им было интересно. Кстати, десяточки, кто меня услышал, не думайте, что офисы вам дадут суперрезультаты. Движение должно быть в офисе. Может быть маленький офис, может быть 25 метров квадратных. Это лучше, кстати. В 25 метров квадратных 100 человек. Намного лучше, чем в офисе 100 метров квадратных 3 человека. Чтобы вы это четко понимали. Когда у вас есть офис, к примеру, смотрите, и вы ставите 10 стульев, и потом приходят люди, вы берете 11 стул ставите, 12 стул ставите, 13 стул ставите, это круто. Но когда у вас есть огромный офис, и там стоит 100 стульев, и на этих стульях попой сидят 6 человек, это неинтересно. Потому что они микро, понимаете, кажутся, такие микро-микро частички чего-то. А когда маленький офис и много людей, это круто, это здорово. Поэтому эта женщина сделала даймона за 10 дней, заработала первые свои 10 тысяч долларов, и карта с Америки еще не пришла. То есть карта с Агларии шла с Америки, а в бэк-офисе, в разделе My Commissions, у нее было порядка более чем 300 тысяч российских рублей. Окей, поехали дальше. Статус бриллианта, да? 2,5 тысячи долларов в неделю. Mercedes-бонус, достигните и поддерживаете уровень 3 звезды, управляйте роскошным автомобилем Mercedes-Benz. У меня два автомобиля. Один Mercedes, GLK 220, другой Lexus, RX 350. До обеда езжу на Lexus, и после обеда в плохую погоду езжу на Mercedes. Или наоборот. Друзья мои, самое интересное, что это все очень просто. Если вы думаете, что это сложно, нет, это все очень просто. Люди сами все усложняют процесс. Они думают, что если пойду в другую компанию, там будет легче, да? Сейчас водички побьем, а пойду в третью легче. Друзья мои, это никогда не будет. В любой компании существует система. Если вы принимаете систему, друзья, это работает. Если вы действуете согласно с системой, это работает. Если вы бегаете из компании в компанию, как проститутки сетевого маркетинга, как бомжи сетевого маркетинга, вы никогда не будете иметь успеха. В компании нужно быть пять лет минимум. Кто услышал меня, ставьте десяточки. Пять лет. Запомните, не год, не два, не три, не четыре. Пять лет. Если вы будете бегать из компании в компанию, из компании в компанию, в интернете будет звучать фраза. Он был там, он был там, он был там, он был там, и нигде ни черта результата не добился. Лучше не добиться результата в одной компании за пять лет, чем бегать с компанией в компанию. Вы скажете, я бред говорю, да? Это нереально, Артур. Как можно за пять лет не добиться результата? Да, можно, если ни черта не делать. Да, можно. Можно десять лет быть в компании, и результат ноль, если ничего не делать. Смотрите, если вы сами ничего не делаете, то люди вас дуплицируют. Если вы сами расстроились, то люди вас повторяют. Если вы сами грустные, то люди вас повторяют. Если вы не соблюдаете систему Diamond Rush, то люди тоже вас повторяют. Все очень просто. Друзья мои, в волшебный мир, тох южн попал в себя экзотическим отдыхом на Гавайях два раза в год. Друзья, не говорите новичкам, что они поют на Гавайи. Многие не знают вообще, где это находится. Не пугайте их Гавайями, понимаете? Дайте им хотя бы в первые три дня 200 баксов или 100 баксов. Если они в первые три дня заработают 100 баксов, 200 баксов, для них это показатели. За первый месяц штука, это круто. За первый месяц три, это круто. Понимаете? Ну, а когда вы рассказываете, и Гавайи, и Мерседесы, здесь супер, и пенсия, и бизнес переходит по наследству. Вы настолько говорите красиво, что у человека складывается картина, что это все лохотрон, пирамида, кидалово, МММ. Кстати, лисяточки, кто меня услышал. Степ-бай-степ, поэтапно, понимаете? Не грузите человека сразу информацией, потому что он не поверит. Не может быть столько хорошего, столько классного, и все вместе, и для него это становится нереально. И он в голове думает, что это лохотрон, что это пирамида, это невозможно, это настолько все сладкое, настолько все вкусно, настолько все приятно, что это просто нереально. Это просто даст фантастик. Окей, мы с вами движемся дальше. То есть, все поэтапно, друзья мои. Смотрите, в бизнесе очень важный момент, ваш психологический настрой. Это очень важно. Ваш психологический настрой. Как вы настроены вообще, да? Универсальный принцип построения рентабельной системы маркетинга отношений гласит, важна не эффективность системы, как таковая, а возможность ее повторения другими. То есть, если вы думаете, что вы супер-пупер, и вы ведете тренинги, если люди это не делают, вы не построите команду. Нужно, друзья мои, помнить о простой элементарной вещи. В свое время, знаете, я всегда рассказал такую-такую притчу, когда американский менеджер классный, супер, попросил своего брата. Говорит, слушай, сделай на меня промоушен. Брат говорит, слушай, я никогда не делал на тебя промоушен. Это сложно. Я потею, я нервничаю, у меня тремор, у меня давление поднимается, у меня несварение желудка, у меня запоры. Дурдом. Он говорит, слушай, да просто, скажи, мой брат зарабатывает 100 тысяч баксов в месяц, квалификация 5 звезд спереди, 5 звезд сзади. Такая квалификация, к примеру, да? Крутой парень. Вот и все. Ну, промоушен простой. Он, брат, начал родной нервничать, когда выходил на сцену, упал, друзья, в оркестровую яму. Понимаете? Все смеются, все свистят, помидорами забросали, яйцами закидали, дурдом полный. Через 3 минуты вышел брат, говорит, слушай, всех подписали, все зашли на пропак. Он говорит, как на пропак? Ну, все, говорит, зашли. Он говорит, нереально. В зале было 150 человек. Все 150 подписались на пропак. Он говорит, ну, это нереально. Я себя вел как дебил. Я упал в яму. Он говорит, ну, и классно. В следующий раз делаешь тоже промоушен на меня, и ты опять будешь делать промоушен. И опять упали в яму. Он говорит, постой, так это позорище. Я опозорился. Он говорит, нет. Все подписали. Когда ты упал в яму, я сказал, ребята, посмотрите, этот дебил, этот идиот, в моей команде зарабатывает 5000 долларов в месяц. За первые 3 месяца вышел на доход 5000 баксов. Как вы думаете, что подумали люди? Люди подумали, ну, если этот дебил, если этот идиот, который говорить не умеет, который упал в яму, это позорище, зарабатывает 5000 долларов в месяц, я буду здесь миллиардером. Вот так строится бизнес, ребята. Не показывайте, что вы супер умные. Не показывайте, что вы супер начитанные. Не показывайте, что вы супер грамотные. Не показывайте, что у вас 3 института. Наоборот, полный примитив стал миллионером. Это круто. Это круто. Это здорово. Смотрите, люди подумают, я это тоже сделаю. Если он сделал, я тоже сделаю. Я не умею общаться, и он не умеет общаться. Поэтому, если вы будете сами общаться, у вас ничего не получится. Приглашайте людей на наши вебинары, на наши тринги, и мы будем общаться вместо вас. Так работает система. Шаг номер один, как вы знаете, в бизнесе это интрига. Вы создаете интригу. Приглашаете человека, послушайте информацию. Вы ничего ему не рассказываете, вы ничего ему не объясняете, вы не говорите о том, что это ток фьюжн, я вообще не говорю об этом. Я говорю, есть одна система, которая поможет тебе вылезти из финансовой жизни, знаете, да? Финансовый рай. Тебе это интересно? Тебе интересно не ходить за эти 30 тысяч на работу, за 30 тысяч рублей. Скажи, надоело ли тебе иметь начальника идиота? Он говорит, да, надоело. Я говорю, здорово. Тогда есть классная тема. Друзья, первый шаг, это приглашение. Вы не рассказывайте, вы не объясняете, что это видео-мейлы, вы не рассказываете о продукции, вы можете не называть компанией, не имеет никакого значения. Я говорю, а есть одна система, которая помогла стать мне долларом-миллионером. Есть одна система, легальная система. Все. У вас нет таких результатов, но вы продаете историю кого-то. Андрей, я сейчас работаю в команде с одним человеком, который стал финансово свободным. Он мне помогает строить бизнес. Я вспомнил о тебе. Я знаю, что тебе нужны деньги. Я уверен, что ты ищешь новые возможности. У вас нет результата, у вас нет своих историй, у вас нет своего успеха. Это не имеет никакого значения. Ко мне в команду в 2011 году пришел парень, который был официантом в городе Ивано-Франковске. Официант Ивано-Франковске. Три слова в кучу связать не мог в интернете. Что такое Word программа? Word. Он вообще не знал. Что такое Skype? Когда я спросил, у тебя какой Skype? Он говорит, у меня хороший Skype. Понимаете, да? Он не знал, что есть 4.1, 4.2 версия, 5.0, 5.2. Он был полный нол. И он сказал, если ты в первый месяц поможешь мне заработать хотя бы тысячу баксов, я брошу свою работу. Он работал официантом в городе Ивано-Франковске. Ребята, поставьте десятку, кто знает, о ком я говорю. Не нужно писать его фамилию, не нужно писать его имя, не нужно вспоминать его. Понимаете? Кто знает, о ком я говорю? Десяточку. Есть такие люди, которые знают. Смотрите, бывший официант, да, спасибо, Ира, бывший официант с города Ивано-Франковска, с Украины, за первый месяц заработал около 4 тысяч долларов и закрыл квалификацию, мне кажется, одна звезда или голд, одна звезда, мне кажется, за первые 30 дней. Что он делал? Я объясню, что он делал. Он просто тупо таскал людей на общение ко мне. Он закидывал людей даже без приглашения. Просто я был по скайпу, кидал ко мне и говорит, здравствуйте, Ваня, Артур Качанов хочет задать вам пару вопросов. А тот даже не знал, кто такой Артур Качанов. Он даже понятия не имел. Он вообще не знал, что происходит. Я начал общаться. Здравствуйте, меня зовут Артур Качанов. Можно задать вам вопрос? Смотрите, ошибка новичков. 99% новичков терпит поражение, когда они начинают рассказывать. Это Токфьюжн. Он зашел в интернет, начитался куча негатива, и что? И он вас заблокировал. Почему? Потому что он нашел негатив о Токфьюжне. Ставьте, десятки, кто меня услышал. Он нашел негатив. Токфьюжн – это пирамида, Токфьюжн – это лохотрон, Токфьюжн – это кидалово, Токфьюжн – американское и все остальное. Понимаете? И когда человек зашел, он вам уже не доверяет, он доверяет интернету. Почему он доверяет интернету? Потому что в интернете много людей пишет негатив, А вы один говорите позитив в его понимании, да? И поэтому он доверяет тому, что написано. Может, это неправда, согласен. Это бред, согласен. Но он доверяет интернету. Хотя интернет это мусорный ящик, где можно найти кусочек золота, да? В основном это весь мусор. Смотрите, в чем фишка? Вы его интригуете, интригуете. Потом даете ему информацию и говорите, Андрей, послушай, ты умный человек. Всегда человека хвалите. Андрей, ты умный человек. Я тебе даю ссылочку, посмотри информацию, не презентацию. Слово презентация ассоциируется с компанией сетевого маркетинга, продающей витамины, минералы, микро-макроэлементы. Вы не говорите слово презентация, вы говорите информация. Вы чувствуете разницу, нет? Информация. Вы даете человеку информацию, ведь Андрей, ты умный человек. Обязательно после просмотра информации мне перезвони, мне перезвони. Для меня очень важно твое мнение. Вы говорите, для меня очень важно, Андрей, твое мнение. Скажи, обещай, что ты мне перезвонишь. В любом варианте. Понравится тебе тема, не понравится. Увидишь ты себя в этой теме, не увидишь. Считай, что это пирамида или алхатрон. Не имеет значения. Дай мне слово, что ты мне перезвонишь. Когда человек вам дает слово, это процент 99, что он вам перезвонит, если он имеет совесть. Он вам перезвонит. Для того, чтобы сказать свой негатив, для того, чтобы высказать то, что он прочитал негативное, к примеру, и задать Это вопрос, это нормально. Ваша задача самому ничего не отвечать, ваша задача пригласить опытного спонсора, который ответит на все его вопросы. Вы не отвечаете. То есть это бизнес для глухонемых. У нас глухонемые, зарабатывают деньги. Больше, чем те, которые общаются. Смотрите, бизнес для глухонемых. Вы ничего не говорите. Одна-две фразы. Дали интригу, создали интригу. Дали информацию человеку посмотреть онлайн или оффлайн. Информацию, да? Он повторял. Взяли гарантию, что он вам перезвонит для того, что очень дорогое его мнение. Он вам звонит, чтобы высказать свой негатив или сказать, что это не его тема. Денег нету. Он не глупый. Он никогда не будет в этой теме. И вы соединяете опытного человека, который имеет что? Который имеет деньги. Который имеет финансовую свободу. Который имеет опыт. Который имеет результат. Десяточку ставьте. Во время разговора вашего спонсора, с этим человеком вы ничего не помогаете. Вы не улучшаете разговор. Вы не добавляете. Вы не встреваете. Вы не мешаете. Вы просто слушаете. Или пьете чай с лимоном или без. Ваша задача слушать и восхищаться. Окей? Молодцы, здорово, друзья мои. Смотрите. Все элементарно просто. Все элементарно просто. Это вы, а это ваш спонсор. Видите, да? Все одинаково. Работает система. Похожая, да? Один к одному. Ребята, ассоциация. Ассоциативное мышление. На столе лежала игрушка. Дети игрались. Я придумал. Друзья, ваша задача, полная копия. Это называется дубликация. Ничего не придумывать. Просто дублицировать. Смотрите. Трех сторон не звонок. Дальше. Кто включает человека в работу? Вы? Вы говорите, Андрей, это классно? Нет. Вы говорите, простые вещи. Знаете, какие? Никакие. Вы молчите. А спонсор говорит, вы знаете, если вы, по сути, внимательно, возможно, вы нам подойдете. Возможно, вы нам подойдете. Возможно. Ребята, конкурсный отбор. Вот что интересно человеку. Из 10 мы берем одного. А что делаете вы? Ой, как классно. Ой, Сережа, ты созрел. Ой, здорово, Марина. Классно. Я так в тебя верила. Ты моя подруга. Вы такие счастливые. И чем больше вы проявляете счастье на своем лице, тем больше она подозревает, что ее киданули, что ее заманили, что ей надо подумать, что денег нет. Чем больше вы счастливее, чем больше вы эмоциональнее, чем больше вы радостнее в эту минуту, тем более она понимает, что ее хотят поймать. Ой, что-то произойдет. Уловили? Никогда не показывайте свое счастье, друзья мои. Воспитать лидера – это тяжелый труд, это не счастье. Это тяжелый труд. Это тяжелейший труд, понимаете? А не «Ой, счастье!» Заработал 25 баксов. Ой, круто! Ну, заработали вы, ну и что? Ну, подписали человека. Ваша задача – привести человека к успеху. Включение к работе. То есть он будет счастлив, если он попадет в десятку. Один из десяти, понимаете? А не так, что мы берем всех. Мы всех берем и каждому рады. Это ошибка. Любая компания, Panasonic, компания M-Way, компания Reflame. Друзья мои, что делают они? M-Way всех берет, да? А Reflame тоже всех берет. А в компании Panasonic возьмет менеджера идиота? Нет. А в компании Samsung возьмет человека, не умеющего общаться? Нет. А компания, к примеру, компания известная, компания, давайте какая-то, я не знаю, там, Макдональдс. Возьмет человека, который crazy, ну, как бы, понимаете, да? Алкоголик там, к примеру. Друзья, есть одна фишка сетевого маркетинга, это большой плюс, это большой минус. Берут всех, кого попало. Кстати, висяточки, кто меня услышал. Ваша задача создавать отсев, 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 отсев. И люди должны это чувствовать. Потому что если вы будете настроены подписать всех, и инвалида, и глухонемого, и бабушку-старушку, и бабушке 80 лет, и ребенка 12 лет, то кроме негатива ничего не будет. Потому что бабушка, любой человек должен осознанно принять решение, понимать, что он будет делать, понимаете? Что он будет делать, по крайней мере, хоть 4 шага, но понимать, что нужно взять телефон, нужно пригласить, ну, по крайней мере, да? Если вы на эмоциях, огонь, классно, супер, огонь, о, круто, ту, 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 Токфюж, о, о. Друзья, если вы будете подписывать людей, то из этих людей через 2 месяца, из 100 человек останется двое. Все остальные убегут от других компаний. Потому что там более классно танцевали, более классно подпрыгивали, более классно кричали, более классно мотивировали, более классно показали маркетинг план, показали больше денег, показали простоту бизнеса, И ваша команда из 100 человек, 99, уйдет в другие проекты. Кстати, десяточки, кто меня услышал. Почему Артур Качанов в Ток Южин? Потому что Артур Качанов осознанно делает определенные действия в этой команде. Осознанно, понимаете? Я не могу быть и в одной команде, и во второй, нет. Если, к примеру, я бы ушел в какой-то проект, я бы занимался тем проектом, но не Ток Южин. Устречи, пожалуйста, меня. Если я Ток Южин, я не занимаюсь другим проектом. Это мой выбор. Я не могу у одной попы сидеть на двух креслах. Понимаете? Неудобно. Услышьте, пожалуйста, меня. Это очень важный момент. Если вы и там, и там, и вай-вай-ви, и там, и там, и пошли другую тему, и третью, у вас никогда не будет бабок, ребята. Не верите мне? Ну, нет проблем. Можете не верить мне. Время покажет. Я знаю, что до конца этого года я заработаю. До конца этого года у нас осталось октябрь, ноябрь, декабрь. Октябрь, ноябрь, декабрь. Я заработаю 50 тысяч долларов. До конца этого года я заработаю 50 штук. Понимаете? Вы можете сказать, что это нереально. Это невозможно. Это просто уже все. Друзья мои, я ежедневно буду подписывать, постоянно, теперь, кстати, постоянно, я, да, постоянно, новых партнеров. Лично сам. Лично сам буду рекрутировать. Новых партнеров. Вот, смотрите, многие люди, они хотят реанимировать старых людей, да? Старых людей. Вы думаете, что старых людей можно реанимировать, да? Ваши партнеры старые, которые нифига не делали, куда-то ушли, и они сейчас будут приходить к вам опять возвращаться. Вы так думаете, да? Кто так думает, поставьте десяточки. Кто считает, что не так, ставьте двоечки. Вы думаете, что старую кровь можно реанимировать, да? Окей. Я вам скажу простую вещь. Ищите новых людей. Ищите новых людей. Один человек сказал, не я, один сетевик сказал. Это не я сказал. Если коровы перестали давать молоко, перестаньте дергать сиськи. Ищите новых коров. Услышьте, пожалуйста, меня. Если человек ваш в течение полгода ни черта не сделал, вы думаете, что он будет делать? Нет. Я объясню почему. Он создать свидимость. Он безысходности, да? Но это не то. Человек может творить только, знаете, когда? Когда он вдохновлен или когда чувство страха у него огромное. То есть два фактора заставляют человека действовать. Это вдохновление. Он вдохновлен. Он желает. Он действует, да? Он мотивирован. И второе, это чувство страха. Когда жрать уже не можешь. А знаете почему? Не можешь кушать. Денег нет. Ты начинаешь действовать. Ребята, поэтому ищите людей, ищите людей с огромными проблемами, которые готовы работать здесь. Понимаете? Не ищите людей, которые начальники там, бизнесмены. Он надумает, да, я себе куплю программу там, ну ладно, кому-то предложу. Нет. Ваша задача искать людей, которые готовы пахать с вами 2-4 часа в сутки. Эти люди приведут вас к результату. И не сами будут иметь деньги. Кстати, я не знаю, что я услышал. Ищите голодных. Голодных, друзья мои. А не тех, которые уже наелись. Понимаете? И вы предлагаете, слушай, у него 5 бутербродов, он уже не хочет. А вы говорите, есть 6-й бутерброд классный с икрой. А есть 8-й. А есть 9-й. Он говорит, я не хочу. У меня хороший бизнес. У меня все чики-пики. У меня все классно. А вы говорите, да, бизнес у тебя фуфлоу. Да, твой бизнес развалится. Да, твой бизнес непостоянный. И вы берете его бизнес и ниже принтуса опускаете. Это неправильно. Ваша задача хвалить его бизнес и сказать, слушай, Вася, если будешь применять инструменты Ток Фьюжн, то у тебя будет больше клиентов. Я могу тебе показать, как увеличить доходы в твоем же бизнесе. Понимаете? Но вы должны показать ресторатору, как увеличить доходы. Вы должны показать человеку, имеющий казино, как увеличить доходы. Не просто рассказать, ты будешь иметь больше денег? Вопрос, как? Он у вас задавал вопрос, как я буду иметь больше денег? Расскажи, как? Что мне нужно делать, чтобы иметь больше денег? Что мне конкретно нужно делать, чтобы иметь больше клиентов? Ваша задача, если вы сами не умеете, привести спонсора, который профессионально расскажет, что нужно степ-бай-степ, шаг за шагом, чтобы иметь много клиентов, больше клиентов, К тому же ресторатору, хозяину ресторана, к примеру. Приглашение. Создайте список 25 потенциальных паркеров. Могу дать вам хороший совет. Почему не 100? Потому что 100 трудно, а 25 создать каждый. Смотрите, насколько придумана хорошо система. Есть люди, которые говорят, а у меня 200 людей знакомых, а у меня 300. А у меня список на 400 человек. Видите список, да? На 400 человек. Друзья, но это не дублицируемо. В этом сила системы, что 25 человек, это любой может создать список, а 100 это не дублицируемо. Ставьте лесяточки. Поэтому вундеркинды, харизматики, талантливые люди, они здесь заработать не смогут. Они не дублицируемы, понимаете? Их сложно повторить, их сложно сдублицировать, их сложно скопировать. А вы должны быть как факс, выпускать подобных. Простота. Друзья, 25 человек у любого есть в телефоне. Ну поверьте, но у любого человека 25 человек. Это очень легко. В течение первых 72 часов. Как вы думаете, почему 72 часа? Система 2 за 72. Почему это важно? Потому что в течение первых 3 дней у человека существует что? Напишите, что существует у человека. Эмоции. Согласен. Эмоции. Что еще? Вдохновение. Водушевление. Энтузиазм. Согласен. Друзья мои, азарт. Согласен. Круто. Огонь. Классно. Супер. Yes. Вау. Вау. Круто. Но есть одно маленькое но. Каждый день вдохновение ниже, ниже, меньше, 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 меньше и все. Поэтому психологи говорят, что 72 часа. Почему тренинг не должен быть более чем 40 минут? Почему урок в школе не более 40 минут? Почему? Потому что информация, которая более чем 40 минут, она не воспринимается. Я смотрю на время. Кстати, да. Осталось 10 минут. Да, нормально? Ну супер. Да, мы успеем. Ребята, понимаете? То есть, ну человек уже не воспринимает просто. Поэтому, смотрите, это очень важно. И когда в течение 72 часов человек будет помочь человеку с его знакомыми закрыть квалификации бронз, заработать первые 100 баксов, для него это результат. Смотрите, для него это результат. В течение первых трех дней. И ваша задача потом помочь ему сделать то же самое, помочь другим сделать то же самое. Дубликация. Простые вещи. Не нужно 1000 баксов, не нужно 2, друзья мои. Выйти 3 будет супер. 100 баксов за первые 3 дня. Это результат. Да, это маленький результат. У меня в первой неделе было 135 долларов. У меня в течение, понимаете? Ну то есть, о чем я разговор, ребята? Ну все элементарно просто. Смотрите, ну здесь интересная фишка есть одна, очень интересная, скажу. Люди, обычно новички, ищут 1000 причин, чтобы не работать в первые 3 дня. День рождения тещи. Похороны собаки. Покраска автомобиля. Поход на рыбалку. Понимаете, друзья мои, ваша задача сказать, послушай, Андрей, если ты хочешь отбить свои деньги и заработать какие-то 100, 200, 300 баксов, твоя задача в течение трех дней быть со мной 18 часов в сутки. Это называется моральный контракт. Вы заключаете с человеком моральный контракт о том, что это серьезный бизнес. Если он сделает результат за три дня, вы говорите ему, твои партнеры тоже сделают за три дня, ты им поможешь. Если ты будешь результат иметь за неделю, твои партнеры за неделю. Если ты сделаешь результат за три месяца, твои партнеры за три месяца, хотел бы ты иметь партнеров, которые сделают под тобой результат за год или лучше за месяц? Он говорит, нет, лучше за месяц. Значит, я тебе помогу сделать результат за месяц, чтобы Но ты понял, как работает система. И ты займешься будущим результатом. Десяточку оставьте, что меня услышал. Элементарно просто. Говорит, Андрей, хотел бы ты заработать штуку за 3 дня или за год? Хотел бы ты выйти на доход 30 тысяч долларов за 3 месяца или за 10 лет? Вы ему говорите вопрос простой. Он говорит, ну за 10 лет неинтересно, за 3 года. Значит, пахать нужно в первые 3 дня. Друзья мои, научится пахать, будет пахать все время здесь. Понимаете? Поэтому все элементарно просто. Он почувствует вкус пота, знаете, сетевого. И это здорово. Это очень важный момент. Если вы человека отпустите на вольные хлеба, он зайдет в интернет. Еще раз найдет кучу негатива. Ребята, и у вас появится новый враг. Знаете, почему новый враг? Он проплатил деньги. Он нашел еще кучу негатива. Он посоветовался с друзьями. Он посоветовался с родственниками. Он искал одобрение у мамы папы. И у сетевиков безденежных. И все сказали, что, что? Токфюжн? Да это уже не работает. Токфюжн? Да ты что? Да лидеры некоторые ушли. Да ты что? Токфюжн? Друзья мои, знаете, что произойдет? И у него возникнет момент. Называется сомнение. Сомнение. Если у человека есть сомнение, друзья мои, вы его с точки с мертвой не сдвинете даже камазом. Десяточку поставьте, кто меня услышал. Сомнение закрадывается в душу. Это не работает. Это лохотрон. Умные люди ушли, а дебилы остались. Дураки, понимаете? А умные давно ушли. А идиоты еще остались. У него будет сомнение. Как вы думаете, что произойдет дальше? Друзья мои, ваша задача забить ему мозги работы так и тело. Чтобы он занимался нужными делами. Это даймонтраш, это рекрутинг, это работа со списком знакомым, а не тупо искал негатив в интернете. Объясню почему. Кто ищет негатив, найдет негатив. Кто ищет позитив, найдет позитив. Понимаете? Десяточку поставьте, кто меня услышал. Ваша задача в моральном контракте загрузить его мозги так, чтобы он думал, мама миа, куда я пришел? Здесь надо пахать. Но, когда у него появятся первые деньги, ему это понравится. Он увидит результат. Получит свои 300 долларов за первые три дня. Захочет 600. Получит 600, десяточка долларов, пятнашка, двадцатая, тридцать, сорок, сто тысяч баксов. Когда будет иметь сто тысяч баксов, подумай, стоп, сто тысяч. Вы знаете, я когда заработал свой первый миллион, думаю, может хватит, нифига, становится нереально. Уловили фишку? Первый миллион заработал, думаю, ну миллион это десять квартир по сто тысяч. Правильно я почитал? Ребята, или нет? Миллион долларов, десять квартир по сто тысяч, купил, сдаешь в аренду, с каждой квартирой имеешь штука баксов, десять тысяч долларов в месяц. Резидуальный доход. С недвижимостью можно жить, нифига не делать. Но, уже здесь не сам процесс денег, заработка интересен, а интересен сам процесс. Меня это вдохновляет. Вы знаете, меня вдохновляет, что приходят новые люди. Меня вдохновляет, что некоторые уходят. Меня это вдохновляет. Меня это вдохновляет очень все. Движение, мне это нравится. И чем больше движухи в нашей команде, меня это вдохновляет. Кого это тоже вдохновляет? Ребят, когда вы будете нацелены на деньги, у вас их никогда не будет. У вас никогда не будет денег. Не думайте про деньги. Вас должен интересовать сам процесс. Мне говорят, а это все фигня. Я говорю, супер. Вы знаете, когда-то мой сосед сказал, что это все фигня. Через год, через полтора года я заработал первые свои 700 тысяч долларов. 700 тысяч долларов. Купил автомобиль за 100 тысяч баксов. Купил три квартиры. И вы знаете, я скажу простую вещь. Когда летом я выехал, это был июнь или июль. Я начал прогревать автомобиль. Очень долго. Он вышел ко мне и говорит, что его греешь? Жара на улице. Я говорю, знаешь, для чего я его грею? Прогреваю. Завел и прогревает двигатель. А он говорит, для чего? Я уверен, что у тебя появится скоро язва. Язва. Язва желудка. Друзья мои, он сейчас вспоминает, понимаете? Друзья, он мне говорил, что это все фигня. Он был в шоке. В шоке. Как можно в интернете заработать на такую машину? Еще недвижимость купить. Смотрите, в этом бизнесе очень важный момент. Ваша задача оглохнуть, ослепнуть и никого не слушать, кроме лидеров. Вы не должны слышать негативщиков. Вы не должны слушать людей, которые ушли из этой темы. Друзья мои, здесь, в этом бизнесе выиграют не те, которые, знаете, спринтеры. Быстро, быстро. Друзья мои, здесь выиграют, знаете, кто марафонцы? Те люди, которые тупо, тупо, кстати, тупо, без эмоций, ежедневно делают простые, трудные, непонятные вещи для многих. Непонятные. Трудные и непонятные. Алло, Вася, привет. Деньги нужны? Нет. Вам говорят, пошел вон, хорошо, следующий. Вы не обсуждаете, что сказал Вася. Вы не реагируете, что сказал Вася. Все равно. Next. Следующий. 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 Next. Следующий. Кстати, между нами говоря, мне сказал Сергей с Молдовы, что в такой стране, как Никарагула, 180 миллионов человек. Меня это вдохновило. А в Стамбуле 26 миллионов. Меня это вдохновило. Ребята, вас это вдохновило тоже? Нет? В Стамбуле 26 миллионов. В Стамбуле 26 миллионов. Миллионов, ребята. А в Нигерии 180 миллионов. А у меня команда 146 тысяч. Всего лишь копейки. 146 тысяч человек за три года. Полный бездельник. Полный. Но это вообще ноль. Понимаете? Это ноль, ребята. Ноль, 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 ноль. И самое интересное, всем нужны деньги. Поэтому все очень просто. Ваша задача всегда быть вдохновленным, вдохновляться. Работаете с теплым рынком, это здорово, да? Если теплый рынок пошлет, работаете с холодным рынком. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Что такое холодный рынок? И что такое теплый рынок? Вы улыбнулись человеку, и у вас приняло что? Теплый рынок. Вы улыбнулись человеку, и уже теплый рынок. Улыбнулись. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Когда мне говорят, а где искать теплый рынок? Улыбайтесь человеку. Даете комплимент, и у вас теплый рынок. То есть холодный превращается в теплый. Если был грустный, печальный, становится такой, как смайлик. Знаете, улыбается. Осяся, и все хорошо. Круто. Будьте вы улыбчивы. Будьте вы позитивны. Будьте вы классные. Будьте вы с юмором. Будьте вы на драйве. Будьте вы, понимаете? А как вы хотите? Некоторые, да? Есть хороший бизнес, но я уже спать хочу. Ребята, вы что? Вы откуда пришли? С похорон? Вы где были, понимаете? Ой, слушай, есть классный бизнес, вход 3 доллара. Ребята, есть такие люди, говорят, есть классный бизнес, вход 3 доллара. Ребята, какие 3 доллара? Вы понимаете, что если вам предлагают бизнес, где вход 3 доллара, то вам нужно перелопатить миллиарды людей, чтобы заработать 5 долларов. Вы это понимаете? Ну, понимаете, без лоха, жизнь плоха. И поэтому, друзья мои, в интернете огромное количество людей, которые умеют мотивировать, красиво рассказывают, предлагают вам матрицы, предлагают вам столы закрывать, матрицы, дома, квартиры в Болгарии, недвижимость, инвестиции. Ребята, я 18 лет в сетевом маркетинге. Услышьте, пожалуйста, меня, кто услышал? 18 лет в этой индустрии. Понимаете? Как вы думаете, почему я никуда не убегаю, да? Где лучше? Нет. Знаете почему? Потому что я лентяй. Я не хочу много работать. В других компаниях нужно пахать, как Папа Карло, а выхлоп меньший. В других компаниях нужно пахать, но нету дохода мгновенного. Там нету instant pay. Там раз в месяц. В других компаниях все на мотивации. Приланж. Потом через 3 месяца компания развалилась. Помните, да? Сколько таких компаний прошло через нас? Компания, которая развалилась. Почему только фьюжн? Проект неиздыхаемый, неубиваемый. Меня это радует. Меня это радует. Нездыхаемый, неубиваемый проект. Понимаете? Меня это впечатляет. Со мной будет он. Без меня. А плевать ему. Система работает. Уйдет Артур. Придет другой Вася. Уйдет Света. Придет Ирина. Плевать на это все. Система работает. Кто понимает, о чем я говорю, ставьте десяточки. Люди уйдут. Амбиции поменяются. Режим политический сменится. Экономическая ситуация ухудшится, улучшится. По барабану. Работает система. Instant pay. Один вправо, другой влево. Бабки у тебя на карте. Виза. Один вправо, другой влево. Деньги у тебя. Понимаете? Работает система. Более легкого, более простого бизнеса за 18 лет. Более надежного я не видел. Хорошо. Ребята. Ужас не допустим. Смотрите. Все элементарно просто. Кого вам следует искать? Это те люди, которые хотят иметь больше, чем сейчас. Ваша задача узнать. Хочет ли он иметь больше, ребята? Понимаете? Вот это важно. Хотят посетить страны, в которых нигде не были. Вы с ними общаетесь? Хотят оказать кому-то поддержку. Есть такие люди. Говорят, я денег не хочу, но хочу заниматься благотворительностью. Вы говорите, здорово. Будешь зарабатывать деньги, и все деньги будешь добавлять в детский садик. Его это вдохновляет. Не грузите его, пожалуйста, Багамскими островами. Не грузите его в Гавайи. Ему это не нужно. Он хочет заниматься благотворительностью. Поэтому помогите ему зарабатывать деньги. И помогите ему эти деньги отдавать в дома, приюты, престарелых, инвалиды, все остальное. Понимаете, о чем я говорю? Не нужно его тянуть на Гавайи. Но не хочет он ехать на Гавайи. Он хочет зарабатывать деньги, помогать детям. Ваша задача. Человеку дать то, что он хочет, а не навязывать свое видение. Он хочет поехать в Молдовию, в Кишинев, к примеру. А вы говорите, слушай, на Гавайи круто. Он говорит, я не хочу. Я хочу поехать в Кишинев вина попить. А вы говорите, на Гавайи круче, там вино лучше. Понимаете, это ошибка. Это неправильно совершенно. Человек хочет ездить на БМВ, а вы говорите, а у нас Мерседес дает. Он говорит, я не люблю Мерседес. Я хочу в БМВ. А вы говорите, не, Мерседес круче. Опять же ошибка. Не нужно людей изменять. Не нужно людей перегибать. Не нужно людей переучивать. Понимаете? Вот они какие есть. И никогда, когда вы общаетесь с людьми, никогда не думайте, что он будет ваш. Ребята, если будете четко изначально, давайте установку в голове, что вот этот человек будет ваш, у вас будет депрессия. Знаете почему? Потому что он может быть не ваш. Он не будет в системе. Он не придет сюда. И у вас будет разочарование. Ставьте десятки, у кого это было. Что вы четко верите, что он будет с вами. Что он вам обещал. Что он был вдохновлен. Что он был такой мотивирован. Что его уже смотивировали. Что он пошел искать деньги. Уже пошел искать деньги. Уже все. Но доля секунды, и он уже не ваш. И вы в шоке. Вы думаете, вау, столько труда, столько времени, столько энергии. Столько я потратил. Сколько спонсоров с ним общался. А результат ноль. Ребята, next. Next. Всегда помните, Великий Китай нам поможет. Окей? Если вам будет сложно в жизни, помните. Великий Китай нам поможет. Великий Китай. Пять Китайцев вправо, пять Китайцев влево, и жизнь удалась. Формула успеха. Все. Поэтому не надо париться. Не думайте там, давайте там это. Не безачинься. Да. Следующий. Смотрите. Да. Теперь мы движемся с вами, ребята, дальше. Смотрите. То, что человеку доказывает, что это бренд, это круто. Тому, кто понимает вообще, что такое бренд. Если вы говорите простому человеку слово бренд, то для него слово бренд, все равно, что Диор или Армани. Кстати, плюсики, кто мне уловил. Слово бренд, для человека, не знающего, это все равно, что ведро, что трактор, понимаете, что розетка. Ну, да, да. Вилла. Друзья мои, представим, как могла бы сложиться твоя жизнь, если бы ты стоял у истоков создания. Всегда называйте русские компании. Уважаемые друзья. Если вы живете в России, если бы ты стоял у истоков компании МТС, компании Билайн, компания Евросеть, к примеру, понимаете, украинские компании Киевстар. Ну, понимаете, да? Потому что компания, извините, Твиттер, ну, мало кто знает, к сожалению. Компания Майкрософт, да, знает, Фейсбук, знают, возможно, да, Эппл, ну, наверное, знает, понимаете, да? А когда видите, компания Твиттер, ну, черт знает, что за Твиттер, я не знаю, что Твиттер, что ведро одно и то же. Даже Эппл не все знают, понимаете? А, а, компания МТС все знают, Мерседес все знают, БМВ все знают. Поэтому общайтесь с людьми на их языке, на их языке, понимаете? Потому что, как бы, многие, ну, не знают, и это их право, кстати, не знать, они не должны знать, зачем. Да, запись я сейчас скину. Значит, смотрите, советы, касающиеся, понимаете, приглашения, чтобы научиться профессионально делать приглашения, нужна практика. Это очень важно. А человек говорит, ну, я три института закончил, это практика, да? Артур, зачем вы будете побогатнее? Я же институт закончил, я же далеко не глупый человек. Ребята, нужна практика приглашений. Смотрите, не старайтесь в целом разъяснить возможность, не нужно вообще полной интрига. 90% должно быть непонимание. Чего нужно понимать? Интересно, сладко, непонимание. Смотрите, простой пример. К примеру, женщина полностью раздетая, и женщина слегка одетая в что-то закрытое. Как вы думаете, что более интересно? Полностью раздетая или так слегка? Ну, второй вариант лучше, да? Согласны, да? Друзья мои, непрочитанная книга должна быть у вас в голове. Вы должны быть непрочитанной книгой. Если книгу прочитают, берут следующую. Вы должны все время полуодетая, правильно? Да. Смотрите, это очень важно. Не усложняйте вещи, не расскажите про инструменты, не пугайте людей словом. Друзья, какие пугательные слова у нас есть? Кто знает? Когда человек общается, такие слова называют в шоке. Как вы думаете, что? Чем можно запугать человека? Друзья, как у нас называется новая комната? А новая комната как называется? Новая комната, как называется? Название комнаты как? Кто знает? Кто помнит? Коннект? Ну, супер. Вы говорите человеку из Молдавии или с Украины, из России. Вася Пупкину. Слушай, есть коннект. RTNC технология. Ребята, вы что издеваетесь? Для него это непонятно вообще, понимаете? Что такое коннект? Соединять с чем-то, коннекти, да? Он не знает. Смотрите, не забивайте людям мозги ненужной информации, от которой они будут уставать. Им это не нужно. Чем меньше вы скажете, тем быстрее он подпишется, понимаете? Специалисты, которые имеют наиболее высокие доходы, помогают новому партнеру совершить как минимум первые 25 звонков. Вот это нужно помогать. Вот это нужно делать. Вот на это нужно акцентировать свое внимание. На закрытие сделок. На закрытие квалификаций. И на личный рекрутинг. Вы помогаете команде и личный рекрутинг. Нон-стоп. Личный рекрутинг. Ребята, у кого эта проблема? У Артура Хачанова. По статье десяточки, у кого тоже такая проблема? Мы забываем, что нужно постоянно рекрутировать новых людей. Новых людей, новых людей, новых людей, новых людей, новых людей, новых людей. Сто человек вправо, сто человек влево, лично приглашенных. Круто? Ребята, сто человек вправо, сто человек влево, лично приглашенных. Из них останется два толковых вправо, два толковых влево, жизнь влево. Услышьте, пожалуйста, меня. Сто вправо, сто влево. Из них двое толковых остается вправо, двое влево и жизнь влево. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Мы забываем лично рекрутировать Мы занимаемся офисной работой Мы занимаемся тренерством Мы занимаемся рекрутингом Мы занимаемся командой Но многие из нас Я не говорю не все, но большинство Мы слабо занимаемся личным рекрутингом Мы думаем, что нам это уже не нужно Что нам это уже не интересно Что 4 человека так и будет всегда активных Нет? Нет Сегодня у вас 4 активных человека А завтра ни одного может быть Но когда у вас 100 человек активных, 50 вправо, 50 влево, то через некоторое время может остаться 5 активных вправо, 5 лево, или 2 влево, 2 вправо, понимаете о чем я говорю. Всегда будет отсев, ставьте десятки, кто меня услышал, всегда будут люди, которые убегут, всегда будут люди, которые уйдут, всегда будут люди, которые оставят вас и команду, Всегда будут люди, которые, понимаете, уйдут другие проекты на более зеленые поля, так как им предложили, как коровам, более сочная трава, зеленая, где-то на поле, они пойдут туда травку щипать. Это нормально. Вы должны их осуждать, вы должны их критиковать, вы не должны их обижать. Это нормально. У каждого своя судьба, у каждого свое видение. Это нормально. Но запастись 50 вправо, 50 влево, лично приглашенными, это круто. Да, а мы с вами поехали дальше. Смотрите, да? Ну вот, в принципе, такие простые, простые вещи. Ребята, я уже гружу вас 50 минут. Следующий тренинг будет завтра, правильно? Потому что если я буду больше грузить вас, это будет вам уже неинтересно. Ребята, поставьте, пожалуйста, оценочку 10, как вам понравился мой тренинг от 1 до 10. Нормальный тренинг? Я сейчас его выставлю на YouTube. Для всех. Да, для всех. Чтобы понимали, что Токьюжн не то, что дышит, а начинает дышать. Итак, друзья мои, по секрету вам скажу. Три года бизнеса еще не было. Все только начинается. У нас есть опыт, у нас есть видение, у нас есть определенные, знаете, изменения, хорошие изменения. И если вы поймете это, то у вас будет, знаете что, видение позитивщика. Знаете, один человек падает в пробость и другой, негативщик кричит, ой, убьюсь. А знаете, что кричит позитивщик? Ура, летаю, ура, летаю, уууу. Ура, летаю, летаю. Понимаете, о чем я говорю? Отправили менеджера в Африку, говорит, слушай, нужно продать обувь итальянскую. Он звонит и говорит, друзья мои, обувь никому нафиг не нужна. Там все боссы. Отправили другого менеджера. Говорит, высылайте одежду, высылайте обувь. Они все боссы. Будем их всех обувать. Они все голые. Будем их одевать. Кстати, десятки, кто меня услышал. Видение, друзья мои, видение, понимаете, о чем идет разговор. Вы можете видеть это все в негативе, а вы можете видеть все в позитиве. Вы можете видеть, что происходит ужасное свершение, кошмарные катаклизмы, а я вижу все это в позитиве. Поэтому, друзья мои, все зависит от вас, как вы видите этот процесс. Я вижу в позитиве и знаю четко, что свои пять китайцев вправо и пять китайцев влево в этом году я найду. Всем пока, всем удачи, друзья. Мы встречаемся завтра в 20.00. Начнем в моей тренинге. Знаете, Токфьюжн и только Токфьюжн. Честно говорю, с огромным опытом, не лукавив. Лучшие темы, более простого зарабатывания денег, лучшие системы выплачивания денег и классной продукции я не встречал за 18 лет. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok